В последние годы Беларусь и Китай сотрудничают не только в сферах экономики, науки и торговли. Перспективно развиваются и культурные отношения между двумя странами. Не секрет, что любое выстраивание международных отношений, выстраивание экономических отношений, всё начинается с культуры, с культурных отношений между людьми, между народами. И хочется сказать, что китайские наши коллеги в области культуры, у них интересные есть номера, есть что интересного показать белорусскому зрителю. Одним из таких традиционных китайских номеров стало выступление театра, песни и танца провинции Ганьцу. Необычная хореография, звуки традиционной музыки и уникальные голоса помогли гротницам ощутить всю атмосферу китайской культуры. Это выступление – одна из частей большого цикла спектаклей «Цветочный дождь на шёлковом пути». Концерт имеет большое значение для нас. Во-первых, нам приятно выступать здесь, потому что у Гродной провинции Ганьцу дружеские отношения. Во-вторых, этот концерт приурочен к 25-летию становления дипломатических отношений между Китаем и Белоруссией. Такие мероприятия свидетельствуют о дружбе между народами, совместные интересные проекты, а также гастроли творческих коллективов двух стран планируются уже в ближайшем будущем. Нам приятно, что сегодня и Министерство культуры Республики Беларусь, и Китайская народная республика определила, такое может быть, как культурная столица город, абстрактное может что-то, но на самом деле это не так. Это ещё даст дополнительный импульс дальнейшее развитие этих отношений в плане культуры. А культура, как известно, нет границ. Ещё одним примером дружеских китайско-белорусских отношений стало открытие выставки художницы Марины Эльяшевич. Её работы в очередной раз доказывают, китайская культура интересна белорусскому зрителю. Здесь много портретов женщины. Женщины, как и Белоруссии, так же и Китая. Портреты детские, потому что искусство, оно не имеет границ, и где-то переплетаются между собой какие-то грани, эмоции, чувства и душа. Картины всё написаны в традиционной китайской живописи, минеральной краской, китайской тушке, что позволяет храниться им долго. Они не боятся ни влаги, ни солнца. Отношения Гродненской области и китайской провинции Ганьцу называют образцом межрегионального сотрудничества, которое охватывает почти все сферы. Сотрудничество и между нашими странами, и между Гродненской областью и провинцией Ганьцу имеет большой потенциал, и прекрасное будущее, и прекрасная перспектива. И посольство Китайской народной республики, и я как посол, я буду содействовать дальнейшему развитию именно сотрудничества и связи между нашими странами и между нашими регионами. Сейчас в Гродно реализуются два китайских проекта – реконструкция гостиницы Гродно и создание центра традиционной китайской медицины. Сдан в эксплуатацию мусоросортировочный завод. Его строительство и оборудование осуществляла китайская компания. Мы замечаем, что у нас возрастает количество китайских туристов, но вместе с тем у нас же и китайцы строят немало объектов. На Гродненщине мусоросортировочный завод, они участвуют в сооружении атомной электростанции в Астровце. Есть еще целый ряд проектов, которые тоже привлекут китайских специалистов, во всяком случае, для их реализации. Вместе с тем есть просто китайские группы туристов, которые очень интересна наша культура, наш край, наша природа. Я надеюсь, что их количество будет возрастать. Такие своеобразные дни китайской культуры в Беларуси стали первым шагом к плодотворному сотрудничеству. Поддерживать диалог между двумя странами будут культурные центры. Китайский уже открылся в Минске, а весной этого года ожидается открытие культурного центра Беларуси в Пекине. Яна Мельниченко, Дмитрий Пастернак, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова